Был такой сюжет, помните, по-моему, в городу, когда бабушка идет, так идет, идет аккуратненько в баночке, сметанку несет, и какой-то добрый дяденька ей туда в сметану мелочь кинул. Ну дай вам Бог здоровья! Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! С вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать! Сегодня пришло время поговорить про это, про это, про то, про что про то. После того, как я выложила в эфир ролик о том, как я была на встрече Эми, где было очень-очень много мастеров, и поступило много вопросов, я как бы немножечко приоткрыла завесу пошире, и многие из вас увидели то, что никогда не видели. Хотя на моем канале это не держится в секрете, а что именно? Что же такого странного и непонятного произошло? Дело в том, что многие из вас увидели то, что я в инвалидном кресле. О боже, я сказала это! Да-да-да, многие из вас догадывались, а некоторые и знали. На самом деле я это не скрываю, но и не афиширую. Я этим не горжусь, но я этого и не стесняюсь. На моем канале есть ролики, где вы можете меня увидеть в полный рост, в коляске и всякие другие подробности. Вернее, даже не ролики, а ролик, который снимала местное красноярское телевидение. Где-нибудь ссылочку на этот ролик оставлю здесь. Сможете посмотреть этот ролик и как бы все поймете сами. Но этот ролик в открытом доступе, он не закрытый. Вы могли его смотреть и видеть раньше. Да, у меня есть проблемы со здоровьем. И что у меня болит, от чего у меня болит, я конечно же не буду вдаваться в подробности. Потому что это уже очень интимно, очень-очень тонко и очень-очень деликатно. Болеть со мной случилось давно, еще с самого детства. Поэтому я к ней привыкла. Никто в этом не виноват. Ни вы, ни я. Абсолютно никто. Поэтому ничего такого в этом, я считаю, нет. Более того, я не хотела, чтобы вы меня жалели на камеру. Я об этом уже говорила. Ой, ты бедненькая, ты несчастненькая. Как же тебе в жизни не повезло. А есть и другие противники, которые мне писали другие, более противоположные вещи, которые я даже не хочу озвучивать, дабы не портить это видео. Да, мне может быть немножечко меньше повезло со здоровьем, чем некоторым из вас. Но это, ну, никаким образом не имеет отношения ни к моему творчеству, ни к моей жизни, ни к моей деятельности, а тем более не имеет отношения к вам. Вылечить меня уже нет возможности. Не надо мне писать о том, что нужно куда-то еще ехать, стремиться в заграницу, стремиться найти каких-то хороших специалистов. Я столько в своей жизни пережила, что я больше не хочу подвергать свой организм никаким операциям, никаким другим вмешательствам. Я живу такая, какая я есть. Да, многие из вас теперь знают. Те, кто встретились со мной на этой встрече, те, кто меня встречает на улице, конечно, никто не говорит, ааа, ты в инвалидном кресле, ааа, неужели я не ожидала. Нет, все радуются, все улыбаются. Это искренне, это очень-очень приятно. Может для кого-то это мое положение необычное послужит толчком, потому что некоторые из вас любят опускать руки, любят жаловаться на жизнь, на то, что все вокруг плохо, на то, что все вокруг ужасно, на то, что им в жизни не повезло, и на то, что у других вон как классно, а нам вон как фигово. Я хотела сказать другое слово, но приберегу его для других видео. И что касаемо встречи воочию, теперь вы убедились, что моя жизнь в непряничном доме, и то, что для вас легко и просто перейти, перешагнуть, пробежать, пройти, для меня дается с огромным трудом. Чтобы мне достигнуть какой-то цели, куда-то дойти, доехать, добраться, мне нужно не только думать о том, куда я иду, а как я иду, как мне пройти, как мне добраться, как подняться, как потом спуститься. Короче говоря, очень-очень много вопросов. Мне очень хотелось учиться в школе Олихаус, но я не смогла туда пойти учиться, несмотря на то, что стоимость в Олихаус намного дороже, несмотря на то, что мне бы приходилось ездить туда на такси, и туда, и обратно на такси, меня это не останавливало. Не потому, что я там такая вся богатая, нет, я бы на чем-то сэкономила, я бы как-то накопила денег и пошла бы именно в Олихаус учиться. Но, к сожалению, они занимались на третьем этаже, а для меня это была, в общем-то, недоступная крепость. Но несмотря на то, что я оказываюсь в таком затруднительном физическом положении, я все-таки закончила школу обычную, вообще образовательную школу. И несмотря на то, что мне было очень-очень тяжело учиться, не потому, что я дуб дерева или дундук, а потому, что я очень много в то время проходила всяческих операций, я была очень много в больнице лежала, лежала в реанимации и после наркоза отходила очень долго, и мне было очень тяжело догонять своих сверстников. Даже стоял вопрос о том, чтобы мне пропустить какой-то класс, потому что мне было очень тяжело догнать своих одноклассников в программе обучения. Но нет, я все равно добивалась своего, и я закончила школу со своими сверстниками, со своими одноклассниками без единой тройки. После школы я поступила в техникум, в Харьковский учетно-экономический техникум. Поступила без экзаменов, потому что у меня был хороший аттестат, и меня взяли сразу. Мне очень нравилось учиться в Харькове, мне очень нравился техникум. Я училась на все пятерки, у меня были абсолютно все пятерки. Я любила почти все предметы, и они мне давались очень легко, не потому что я их учила, зазубривала, а потому что я их понимала, и мне очень нравилось учиться, и я получала самую повышенную стипендию. После того, как я закончила техникум, я почти сразу же начала работать бухгалтером-экономистом в своем родном колхозе, и целый год я проработала там. Но оказалось, что работа с документами, с бумагами, цифрами, это не мое. Я люблю работать с людьми. И у меня был один день в неделю, когда я принимала людей. Мне так нравилось с ними общаться. Я им рассказывала, куда пойти, какие документы собрать, как подойти к руководству, с каким настроением он сейчас стоит или не стоит подходить. И вот именно эти дни, когда я общалась с людьми, они доставляли мне огромное удовольствие и наслаждение. И поэтому я, в общем-то, решила, что цифры, бумажки, балансы, там, дебет с кредитом, это не мое. И я ушла с работы. В скорости мы переехали в Красноярск, но там я развернула вообще бурную активную социальную деятельность. Это даже в двух словах не рассказать. Я стала председателем общественной организации маломобильных людей «Новая грань». В рамках этой организации мы добивались очень-очень многого. Мы стучались в двери закрытые. Мы пробивали лбом стены непробиваемые. Мы делали различные, выполняли проекты. Одним из таких грандиозных проектов был грант. Мы выиграли грант, получили денежки на изготовление книжек для незрячих маленьких детишек. Со всем, которые не умеют еще читать по Брайлю. Мы их изготавливали вручную, делали к сказке. Там все, чтобы это было осязаемо, чтобы детишки маленькие, которые не умели читать, могли все потрогать, пощупать. И этот проект работает до сих пор. Несмотря на то, что я уже не в Красноярске, ребята, которые занялись изготовлением этих книг, они так и продолжают ремонтируют те, которые уже есть, создают какие-то новые книжки. Кроме того, что я возглавляла некоммерческую общественную организацию, я еще работала на домашнем телефоне диспетчером. Но я, по-моему, уже где-то об этом говорила. Я работала долго, примерно около 7 лет. И в моем коллективе, который я собрала сама, было где-то 23 человека с физическими ограничениями, молодых людей, не выходящих из дома. Тем, которым была нужна работа на домашнем телефоне. Мы принимали заявки на ремонт телевизора, на ремонт холодильников, на продажу квартир автомобилей, чего там только не было. И именно эта работа научила меня общаться с людьми, потому что звонки были разные. И положительные, и отрицательные, и негативные. Приходилось кому-то что-то доказывать, кого-то успокаивать, быть каким-то дипломатом в какой-то ситуации. Я и так-то поговорить люблю и умею, а тут еще такая работа. В общем-то, она не творческая, но она тоже с людьми, и она мне тоже очень-очень нравилась. Но потом пошли сотовые телефоны, и необходимость в домашних контактных телефонах отпала. Когда я разводила эту бурную социально активную деятельность, меня увидели некоторые такие влиятельные лица, и они были удивлены моему напору, моему стремлению, моему характеру, моему, моей силе воли, и кое-кто из них решил мне подарить компьютер. Тогда это был супер подарок, это было очень дорого, это был самый дорогой компьютер по тем временам Pentium 1. Представляете, это было так круто! Я освоила компьютер на раз, два, три, я знала все. Я умела печатать, я умела набирать таблицы, графики, формулы, и я помогала студентам набирать курсовые, дипломные работы, и помогала всячески там сметы составлять. Но в бухгалтерию я все равно не совалась, потому что это все равно не мое. Я чисто механически на компьютере красиво оформляла какие-то печатные работы. Параллельно мы добивались своих прав, чтобы где-то бордюры убирали, чтобы где-то пандусы нам делали, чтобы где-то доступ открыли, где-то лифты там, допустим, завалены, и не пользуются, и чтобы эти лифты пооткрывали. В общем-то, работу выполняли как могли. В итоге мне надоело. Это, честно говоря, такой, в общем-то, серьезный и неблагодарный труд. Я в какой-то момент уже подустала, и мне захотелось чего-то другого. И в этот момент я решила стать мастером маникюра. Да, об этом я уже рассказывала. Как, что и почему повторяться не буду. Но когда я отошла от общественной деятельности, мне стало очень-очень интересно. И до сих пор это интересно. Некоторые стали на меня обижаться, люди, с которыми я общалась все это время, что, а, да, Соколова теперь бизнес-леди, теперь ей не до нас. Да, у меня появились свободные средства и возможности. И я могла на такси поехать в любое место, купить себе любой билет на любой какой-то спектакль или в какой-нибудь кинотеатр. И не ждать, что какие-нибудь социальные службы мне бесплатный какой-нибудь билетик подарят. Самым моим первым достижением в моей жизни, благодаря работе мастера маникюра, было то, что я смогла сама себе накопить и купить ту коляску инвалидную, которая была нужна именно мне. Не ту, которую мне предложило государство, предлагало в то время, а ту, которая мне была нужна, которая мне нравилась. Я не помню, сколько она тогда стоила, но она стоила очень-очень дорого. И если брать в расчет там пенсию, которую мы получаем, или какие-то зарплаты, то она была в разы, в разы, в разы. Но на самом деле не все так плохо. Не думайте, что так все плохо. На самом деле я не только передвигаюсь при помощи инвалидного кресла-коляски, я еще хожу потихонечку, но по квартире. Я сама себе в доме хозяйка. Просто на улице мне передвигаться гораздо сложнее и немножечко опаснее. Я очень рада, что на моем канале нет видео, в которых я жалуюсь. Нет, однажды девочка мне написала под каким-то из видео, когда я рассказывала о том, что я не знаю, о чем мне снимать, а снимать видео о том, о чем вижу, о том и пою, я пока еще не умею. Может быть научусь со временем, но пока не умею. На что мне девочка не написала. Не надо жаловаться. Да я еще даже и не начинала жаловаться. Представляете, если я начну жаловаться? О, на это уйдут дни. Мое такое необычное, сложное положение, конечно, не открывает мне двери во весь мир. Наоборот, мне гораздо сложнее попасть куда бы то ни было. Например, на имя встречи, на которой я была, находилась на втором этаже. Я приходила туда два дня. И приходилось, конечно же, по лестничке, там сложности своим. И я прекрасно понимаю, что в нашем государстве все не так гладко, не так просто, и еще не скоро будет хорошо. Но тем не менее, я очень активный человек, занимаю активную жизненную позицию, и вас призываю не сидеть, не ныть, не жаловаться, потому что вы сами можете изменить свою жизнь до такой степени, до которой вам она нравится. Я не хочу быть таким ярким примером, и чтобы вы хватались за меня, как за соломинку, и говорили, вон, смотри, Соколова, ей как тяжело, а она же вон что творит. Нет, у каждого своя жизнь, и вы выбираете, что для вас легче, что для вас проще, что для вас нужнее. Я не могу сидеть и киснуть дома. Если я дома просидела больше недели, я начинаю себя чувствовать очень плохо. Не имею в виду физически, а имею в виду эмоционально. Мне нужно куда-то нестись, мне нужно где-то быть, мне нужно что-то посмотреть, мне нужно в конце концов что-то купить. Я не всегда могу попасть в какой-то магазин. Ну да, вы сами понимаете, что крылечки, ступеньки, нет пандусов, и иногда мой миленький забегает в магазин один без меня. И я остаюсь где-нибудь в стороночке его ждать. И кто-нибудь из людей проходит, посмотрит на меня, возвращается и начинает протягивать мне мелочь, копейки. Я, конечно, прекрасно все понимаю. Милосердие, ваше сострадание, порыв, доброта, именно это подстегивает для того, чтобы протянуть какую-то мелочь. Но мне обидно то, что я не сижу с коробочкой, не сижу с шапочкой, не сижу с баночкой, и у меня нет никаких ни монеток, я ничего не побираю, не подбираю, не подбираюсь. Мне протягивают какие-то монетки, там мелочь какую-то. И говорят, возьмите, возьмите, это от души. Я говорю, что я не попрошай ничего здесь, я жду своего мужа. Я, конечно, понимаю прекрасно, что невозможно людям объяснить, что не всем это приятно, не все, которые стоят на улице в коляске, попрошайничают, и не всем нужно протягивать деньги. И насколько это обидно. И обидно не потому, что мне эти денежки предложили, а потому, что мне их предложили. Может быть, со мной что-то не так. Я начинаю себя сразу же поедать, себя сразу же оценивать. Может, что-то со мной не так. Может, я так плохо выгляжу, что мне деньги протягивают. Почему? Для чего? Зачем? Когда мне протягивают 5 рублей, говорят, что это от души, мне становится тоже неприятно, потому что, знаете, если бы я сидела весь день с какой-то котомочкой, коробочкой, собирала эти деньги, то, конечно же, 5 рублей эти были бы в копилочку. И в конце дня я бы получила какую-то сумму и пошла бы, купила там себе продукты или еще чего-то, это было бы нужное и для меня. Но когда я не побираюсь, не попрошаю ничего, просто стою возле магазина, допустим, рассматриваю витрину, и ко мне подходят и протягивают мелочь, и говорят, что это от души, и там, копейки, 2-5 рублей, я что на эти деньги куплю? Если бы это было 5 тысяч или там 20 тысяч, я бы пошла, пошла бы, пошла бы, купила что-нибудь для себя, да, пошла бы какую-нибудь очередную коллекцию гель-лаков купила. Нет, ну это, конечно же, шутка, вы прекрасно понимаете, что я шучу, но все-таки будьте немножечко осмотрительные, когда вы протягиваете кому-то мелочь. Однажды тетенька дошла до такой степени, что она просто искала у меня карманы, я ждала миленького возле магазина, он забежал буквально купить хлеб, и я стояла, потому что он меня не смог поднять на ступеньки, потому что там было невозможно подняться, и она прям искала у меня карманы, куда бы засунуть мелочь, и я говорю, что я не попрошайка, я не попрошайничаю, она говорит, ну возьмите, возьмите это от души, бррр, это так неприятно. Такой же курьезный случай был со мной и моей мамой, когда мы с ней гуляли, она купила мне мороженое такое в фигурке, и мы с ней шли домой, была зима, я его вот так держала в варежках, и она говорит, ой, хлеба-то нет, давай я зайду хлеба куплю, ты меня здесь подожди, и я осталась с этим ведерком с мороженым на улице, и как вы думаете, какие были последствия? Даже не хочу об этом рассказывать, был такой сюжет, помните, по-моему, городок, когда бабушка идет, так идет, идет аккуратненько, в баночке сметанку несет, я какой-то добрый дяденька, и туда в сметану мелочь кинул, ну дай вам Бог здоровья. Я не знаю, чем руководствуются люди, когда так поступают, наверное, хотят сделать доброе дело, а может быть, у кого-то из-за души какой-то камешек, и кто-то пытается этот камешек немножечко уменьшить, или сбросить, я не знаю, если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, под видео, хотя бы как-то развейте мои сомнения. Я, конечно, теперь уже не буду скрывать видео, даже если я попадусь где-нибудь в коляске, там, в каком-нибудь кадре или сюжете, вы увидите, что я в кресле сижу, в кресле коляски, и я уже не буду это вырезать, или как-нибудь завуалировать, чтобы кого-нибудь не раздражать, некоторые, знаете, даже не любят людей в инвалидном кресле. На многих каналах я вижу сбор денег, когда собирают на развитие канала, даже взрослые, большие мальчики, у которых там под миллион подписчиков, собирают средства для развития канала. Я не хочу мудрствовать, я не хочу каких-то там громких фраз придумывать, я не хочу вас призывать, я не хочу вас уговаривать, я вообще ничего не хочу. Но если у вас есть желание как-то принять участие в моей жизни, вот сейчас, на данный момент, я собираю деньги на новую коляску, потому что та, которую я когда-то купила, ей уже 8, а то и больше лет, и она бедненькая уже скрипит, и потихонечку начинает проситься на пенсию. Но, к сожалению, инвалидные коляски, они стоят очень дорого. Но нет, те, которые государство предлагает, они вообще бесплатные. Но такую коляску мне не нужно, не потому что я там вся такая, прям вся такая, да, сейчас вот прям вся такая, нет, потому что в тех колясках, которые предлагает государство бесплатно, я себя чувствую инвалидом, я не могу жить активно в той коляске, которую они предлагают. Конечно же, можно выбрать по реабилитационной программе, там какую-то супер-упер модную, навороченную, но она будет тоже стоить очень дорого, и реабилитационная программа возместит, конечно же, средства на покупку этой коляски, но не в полном объеме. Потому что эти программы, они тоже ограничены, государство не может раздавать коляски, которые стоят там по полмиллиона. Да, кстати, я не могу понять, откуда берутся эти деньги, если электронная коляска стоит до полумиллиона. За эти деньги можно купить какой-нибудь модный седан, и там будет крыша, и там будет весь комфорт, и можно ехать не только вот за пределы где-то своего двора, а вообще фиг знает куда. Я не могу понять, когда в наш век эпохи там кибернетики, развития техники и электроники, такое простое средство реабилитации, самое простое, активное, я повторяюсь, активное, не комнатное, которое, знаете, там по комнате лишь бы покататься, нет, такое мне не надо, по комнате я и сама хожу, мне нужна именно активная коляска, которая не разобьется ни на лестницах, ни на бордюрах, ни на брусчатке, которая постоянно выбитая, ни на каких-то съездах, переездах, ни на убитых пандусах, мне нужна именно активная коляска, это обычная Германия, производство Италии, эти коляски стоят не меньше 100 тысяч, конечно же у меня будет эта коляска, я насобираю этих денег, не в этом году, так в следующем, я обязательно ее куплю, но я предлагаю вам поучаствовать, но если речь идет о том, чтобы купить какой-то вам пирожок или ребенку шоколадку, то конечно же не отказывайте себе в этом, это ну никак вас не обязывает, я просто, знаете, хочу облегчить задачи тем, которые мне пишут постоянно в личку и просят у меня какие-то кошельки, какие-то счета, чтобы как-то отблагодарить меня, как-то помочь, как-то облегчить все мои проблемы, конечно, их невозможно облегчить, потому что есть столько, что вы даже себе представить не можете. Под видео я оставлю номер счета и если вы просто желаете, это у вас порыв в душе, это у вас такое желание и это никого не обязывает, это не обязательно, вы просто можете немножечко, немножечко ускорить этот процесс и я побыстрее куплю коляску. Но если вы хотите, я буду кому-то там, я не хочу под видео оставлять ссылки, рекламировать какие-то сайты, если вы хотите узнать, какую именно коляску бы я хотела купить, то можете писать мне в личку, я вам ссылку буду давать на этот сайт, где она находится и сколько она стоит. А вообще вы можете погуглить и убедиться, что эти средства стоят очень дорого, я даже не понимаю, почему, если горные велосипеды дешевле стоят, почему коляска инвалидная так дорого стоит. Вы мне можете объяснить, нет? Вот такое у меня сегодня получилось видео, оно совсем не развлекательное, совсем не веселое, но достаточно информативное. Если у вас есть какие-то еще вопросы, если у вас есть какие-то пожелания, если вы хотите мне что-нибудь написать такое, я не знаю, такое, душуствердающее какое-то там целеустремительное, напишите мне, пожалуйста, я с удовольствием почитаю все ваши комментарии, не забывайте подписываться на мой видеоканал, будет очень-очень много интересного, а мы с вами увидимся обязательно очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока. Сегодня я хочу вам показать, как отпечатать фольгу, которая имеет принт полностью на весь ноготок, как отпечатать и как ее закрепить. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, поехали. На ноготочки я нанесла гель-лак торговой марки Формула Профи номер 130. Это такой золотой, самый настоящий золотой цвет. На самом деле цвет мне нужен просто для